Всем привет! Сегодня мы с Татьяной решили съездить в пункт сбора гуманитарной помощи и отправить гуманитарку кое-какую. Я вот пакет набрала. У меня немного, у меня две куртки и два твитера. У Тани, конечно, много. Там памперсы еще. У нее взрослые для взрослых от мамы остались. Мама уже умерла, а в упаковках новые памперсы лежат, передаст. Ну и так, с одежды мы звонили, спрашивали, какую одежду принимают. Вот, собрали. Сейчас я еду к ней в район, потому что там от нее ближе. И оттуда, ну и у нее больше вещей, и оттуда мы уже поедем в волонтерский пункт. Так, сейчас иду на остановку автобуса. Так, заходим в подъезд и направляемся к лифту. Так, так, так. Так, лифт. Нажимаем на лифт. Пока Татьяна там пакеты докладывает, складывает. Так, давно я у нее не была в гостях, но она ремонт переделала. Немножко стены у нее были белые. А сейчас такие какие-то, такие бежевые, бежевые в такие листочки. Вот. Здесь она спит, и у нее часто сын ночует. Сын живет в Подмосковье, в Подольске. Ну, частенько у нее ночует. И вот у нее такая вот кися. Что самое интересное, они ее никак не назвали. Зовут Кисик. Это вообще нарочно не придумаешь, да, Кисюлькин? Ой, ты такая зеленоглазенькая. Да, мы ее покормили. Она покушала. Да, Кисюлик? В квартире тепло. Татьяна даже форточку открыла. А я только когда проветриваю, открываю. Так, новая у нее это... Типа стенки стоит. Не знаю, может она давно покупала, но я просто давно у нее не была. Так. Прихожка. И что здесь? Угу. Здесь комната. Сын ночует. Работает за компьютером. Ну, такая вот. Таня, ты что там уже? Пакеты уложила? Все, сложила? Сейчас пойдем в этот пункт сбора гуманитарной помощи. Отнесем. Да, Кисюлькин? Кисюлечка. А ты такая славная моя. Да? Моя маленькая такая. Да? Масик. А что? Что такое? Ты ко мне на руки запрыгивала? Это мяукаешь. Что? Потревожила твой покой? Да? Все, не буду тебя трогать. У тебя. Так, это я. Привет вам. Что-то чувство. Наверное, понесем мы пакета 4. Хотя их больше насобиралась. Как я уже говорила, у меня всего две куртки и два свитера. А у Татьяны там и пальто такое типа пуховика. У меня куртка одна пуховая. Пуховик. А одна на холофабере. Вот. А у нее там пальто и куртки и какие-то штаны. Пока Татьяна покоится, включила телевизор. И тут идет фильм «Весна на Заречной улице». Как мне нравится этот фильм. Это фильм моей молодости, моей мамы. Маме моей тоже. Он очень нравился, кстати. Я так думаю, что мы сегодня все не отвезем. Получается, ну, как бы будем везти в четыре руки. Два пакета у меня, два пакета у нее. Но оно как бы не тяжелое, потому что куртки такие. Вот пальто, куртки. Ну, там две пары обуви, правда. Ну, объемное все. Памперсы эти новые в упаковках. Две упаковки. Вот. Поэтому придется, наверное, еще завтра съездить. Они работают без выходных. Ну, в общем, спросим у них, что там им еще нужно. Очень жалко людей, конечно. Некоторые вообще в чем были, в том и уехали. Их вывозили на автобусах. Вот. Можно сказать, как я говорю, в одних тапочках. Даже некоторые и документы оставили. Ну, в панике, понимаете. Документы даже не взяли с собой. А сегодня 7 марта. Ролик мой выйдет, скорее всего, 8 марта. Поэтому всех девочек, женщин, девушек поздравляю с 8 марта. Как бы то ни было, но все-таки женский день. Желаю здоровья, женского счастья, мирного неба над головой. Мира нам всем и добра. И фильм заканчивается. Мы уже уезжаем. И ехать нам где-то час, это точно. Если не больше. Уже начинает темнеть. Мы только приехали. Но все-таки дорога туда-обратно. Это время уходит. Но день прошел, в общем-то, не зря. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Всем пока. Пока.